Так, по домашней работе у нас было, получается, задачка одна? Да, написать функцию callStack принимающий один параметр. Так, ну давай посмотрим, какие мысли есть. Я предлагаю начать, когда написать функцию callStack принимающий один параметр number. Так, если, если number, вот уже пишешь сам, молодец. Четная, это получается, так, зеленая на 2 равняется нулю. Так, тогда возвращается, если четная, тогда она возвращает значение. То есть, return. Угу, да. Return, number. Так, отображение же нам никакое вроде не нужно тут. Через print потом выведешь. Если нечетная, функция должна возвращать значение и вывести на экран 3 умноженное на number плюс 1. Угу. 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 А вот пока else. Ну, лучше, наверное, не совсем else, что-то у него там есть братишка его, да? И вот такой вот... Глиф. Иначе нам 3 умноженное на... Да, вроде же так, 3 умноженное... 3 умноженное на плюс 1, да. Number. Plus 1. и тогда тоже она возвращает тёрн номер и здесь получается принтера добавить а сюда в этот добавить в принт пометку типа там чётное число ну да думаю даю чтобы было для удобно читаемости чётное число сами задачка принципе легкая ты уже мы уже такое похоже делали вот так я опять что-то забыл как соединение делать если не плюс тебя вроде как во первых возвратить значение набор и по-моему деленное на 2 отчисленное деление на 2 вроде как у тебя там да вроде ретерном должен быть нет в условии задачи а а ведь он вроде как условия задачи вот таким путем да это делать конечно двойку приобретать не надо конечно понятно что одно и скучно но я забыл как соединять строк копить с переменной давай разберемся сначала с ошибками которые у тебя в консоли явно кричат об этом давай разберемся с ошибками и это самое так внимательно каждую строчку будем читать чало условия задачи прочтем потом обратимся к коду с самого начала написать функцию call stack принимаешь один параметр номер есть это сделал дальше до функция если номер четное число тогда возвращается значение если четное вот мы прописали деление по модулю если равняется 0 значит на учетное тогда возвращается начинка как ты сказал последний если что если значение четно искал если что если да не значение сейчас подожди нет если искал равняется нулю правильно да а ты что делаешь а я приравниваю да так хорошо идем дальше если равняется нулю то она четная да молодец это есть остаток 0 значит четная хорошо в одну часть вы сделали идем дальше считаю условия а так если нам бар нечетно это фондов должна проверю выпали ли ты это условия какое второе который за счет да вот вот выполнят условия ходе где-то не вижу у тебя в ходе она да так если меняем кого меня местами ну как думаешь вот это вот то что выделил где должно быть какой строчкой в ретерня так вот если так получается если нам бар зеленая на 2 а единица единица до единица тогда черн 3 нужно номер плюс 1 до и принтуем это нечетное число мы делаем какой принт красным горит вообще принтом что у нас с каким с этим нет а а а а у тебя что такое вообще в питоне блоке блочный код чем отличается от другого языка программирования у тебя питон же это блочная структура кода в питоне правильно как ты думаешь вообще инструкция ретерна на что делает возвращая значение ну вот после 318 строчка когда интерпретатор 318 что произойдет программой он 318 но он вернет значение в 318 который посчитает по и фалсу и самоуничтожится ну да типа после терна больше он вернет и все и больше не будет и ну вот хорошо да вот ты понял что после ретерна сам уничтожится так значит если инструкция если инструкция после сам после ретерна уничтожится то что после ретерна так она уничтожится и но значение ну хорошо мы поняли что после ретерна уничтожится все дальше что произойдет хорошо вот он прочитал 318 строчку интерпретатор что дальше произошло с интерпретатором так шел на принт туда пошел а почему не пошел ты только что сам сказал это предыдущий говорил что он возвращает значение так и терна сейчас значение правильно следующее что интерпретатор сделает если вот он на 315 взял и вернул уже значение пойдет пойдет наверно дальше как ты сам скажешь таки тёрн возвращает уже знал же не интерпретатор же возвращать значение после оператора ретерна видишь потом уничтожает правильно вот на 318 вернуть и значение все пирата ретерна уже уберет его все возвращает вот он тебе на 318 дойдет это и вернет ну да так значит нет я не понимаю тогда return все он выходит из функции он забирает все и выходит из функции ретерна оператор просто тогда мне могу пока много подсказывать если скажи что ты не понял тогда эти смогут видимо да видимо я не понял я не понимается даже смотри напоминаю оператор return что он вообще делает с английского как переводится return возврат да ну все по пусть интерпретарь дошел до 318 строчки да увидите return все все что ведь они забрал ушел все забрал все что было в ретерне из функции ушел все он ушел он сказал все дальше без меня ребят вот он все что вы в ретерне выполнил и ушел из функции и тёрн тоже возврат все он добежал до этой строчки такой return все дошел до до свидания а когда принта выводить мне так за давай давай а если подумать получше а если получше подумать если после ретерна все она начинает скажем так уничтожать если все посетим уничтожает то есть если после ретерна даже не уничтожает он просто обрывать инструкцию и покидает функцию после ретерна можно над ретерном поставить ну а разве если принт будет над ним то он вот это посчитает это же под принтом получается а чем принт его помешает это что принт это разве return а чем инструкция просто вывода на экран мешает интерпретаторы продолжить дальше читать код даже просто инструкция вывода слова это же просто оператор который вводит слова правильно print ну вот и все но ничего не сделается с интерпретатором а вот ретерн ему даст по башке он скажет все закончились работу возвращаем инструкцию и все это одна из самых таких жестких инструкций это return и break break еще тоже такой оператор который обрывает break все он тормозит выполнение вообще а ретерн возвращает то есть если до брека дошел все дальше не пойдет уже все он остановит инструкцию то есть break break вообще задача его это остановить выполнение инструкции у break а операторы а у оператора return основная задача это забрать все что там он выполнил и вернуть все что там было вот ретерном берет и возвращает все он дальше не пойдет после ретерна на фига вы дальше идете он такой думает вот и есть про то ретерн и он такой увидит вот такой ну все дошел до ретерна забрал все что было в ретерна и вернул все это значение дальше не пойду вот такая логика у интерпретатора и готова я не хватает мисквик так до основной часть программы ты написал молодец основной часть программы ты написал принципе я пользуюсь предлагать свести целое число вы здесь функцию просто как работает момент пока число 1 до идет продолжение больше как мы сказали да функция получается можно без функции можно быть здесь но можно да можно с функцией может без функции попроще без функции просто без функции так давай так предлагается вести число ну не то давай продолжай логику ну не так наверно немножко по-другому а ног стоп довести же число на точно инпут да и внутри вставляю уже видеть число ну и последний штрих давай поехали так и вызвать функцию call стекра вот этот момент до момента как еще можно по-русски сказать это слово какая у нас функция может похоже по звучанию до тех пор вайл да ну поехали так вайл да так вызвать стоп мы же условия не приписали вайле или как он там сам поймет все до тех пор пока до момента числа 1 пока тут же у нас получается функция вызывается пока стоп работает до момента до числа 1 пока число не один пока number наоборот по сравнению с чем будем вот я ввел один как вайлдуре понять что там нужно уже тормознуться то мы первые должны написать по проверке условия какую перемену должны написать первые условия number да а где number сидит в колл стеке еще где нет мы же вводим где блин включаем логику я ввел число а но в input все тогда да input 2 если введенное число если введенное число то должно быть сейчас предлог не но видимо ты его где-то опустил в задача работает до момента пока число не один должно быть написано они они логически сам это уже понял так пока меньше какой только предлог я сказал не не ты используешь у нас есть оператор который соответственно вот ты сейчас назвал как он как он выглядит в бетоне не единица и упустил знак работает я пока давай условия произнеси работает до 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 единицы я говорю что ты забыл дописать в слое задачи слово не давай мы просто хотя бы будем произносить его как будет работать до момента то пока не пока не единица да напиши это вайле он будет работать до момента пока не единица давай мы это напишем в вайле но пока что-то нет нету не могу понять это не то уже сделал с помощью выскательного знака должны какой еще символ добавить но чего не хватает логически какой символ не хватает всегда когда что-то сравниваешь делаешь больше или меньше нет нет я только что назвал слово когда сравниваю да приравнивание ну да сравнивание так думаешь вот знак подсветать высказательным может быть еще один этот знак что нужно добавить к постоянному знаку вот знак отрицательного это отрицание значит вот на петоне значит отрицание что мы нужно добавить выбираем оттуда 2 равно что ему нужно добавить знак отрицания значит вот этот высказательный знак в питоне переводится как не условие задачи какой еще раз прочитаем работает до момента пока не пока не единица пока не единица что вот между пока не единица между пока и не единица что должно быть, какое еще слово ставить а не единица пока не единица по-русски давай нормально произнесешь значит пока не единица input будет работать до тех пор пока пока да пока не выдать пока не будет деление по модулю где нет пока не будет равно единице while будет работать до тех пор пока не будет равно единице ага где-то сложности то я не вижу ну если это не равно то я не понимаю что-то видимо пока не while будет работать до тех пор пока не равно единице напиши напиши ему не равно единице вот ага я же те же говорю уже то что сказать на знак это отрицание что ему нужно добавить ага что-то я не помню такого просто так ну практика редко у нас надо каждый день нужно заниматься по-хорошему по часу так по два часа ну вот ты написал условия по-хорошему нужно по-хорошему потихону с тех пор пока не равно единице да все запускаю вот здесь ах 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 инпут ах ах ух ах так input плюс 1 здесь будет немножко точки зрения логики сложнее конструкция вот input правильно чему он должен быть равен это должен вот и вынду должен присвоить или что не путалось бы так давай и следующие то нужно все как минимум сейчас нужно писать обязательно писать из пробел плюс поение присвоение обязательно что дальше мы должны сделать в условиях знать что написано так для пользоваться продолжение ну да и продолжение что да для пользы предлагать вести целое число вызвать функцию вызвать функцию call stack вот поехали моя приравниваем получается call stack а это докладем в input мы кладем то есть мы будем в али поднимать постоянно нашу наш input input будем постоянно поднимать и в input мы сразу будем автоматически передавать уже нашу функцию вызывать в input автоматом внутрь мы в input кладем сразу же функцию в input зафигачиваем вот у нас поднялось окошечко и сразу же мы автомату до сунули к функцию в input присваиваем и уже функция принимает у нас нам бар вот у тебя функция осталось пошли не штрих какой принтануть нет передая в как тебе объяснить короче здесь нужно же образно мышление вот ты вот положил в input переменную input который находится input как бы да и положу туда функцию да как будет постоянно вызываться и вот у тебя функция она должна принять нам барда нашу тебя должна принять нам барда на соответственно тебе нужно сюда как бы сунуть как бы input надо сюда сунуть внутрь нужно импуту досунуть части постараюсь объяснить чтобы ты пол как образно это происходит нет не так input там уже перемены же есть желательно в интерьер это все сделать короче как это работает вот у тебя есть переменная input 2 который хранится input и число да ты ее написал после вайла она будет постоянно подниматься всегда будет подниматься всегда до тех пор пока не единица всегда будет окошечко всплывать видите число и в сам input сам input который уже находится типа неудобно что ты написал взять input input это вообще неудобно и автология получается как не надо делать вообще короче давай сделаем вот там лучше писать как бы типа number вот или как-то типа number и ну то есть надо как-то более логично написать вопрос нам ну да можно нам написать ну и ну по моему у нас есть поэтому лучше нам давай ну хорошо смотри вот у тебя твои перемены nump находится input если бы ты не указал call стек у тебя всегда просто обычный бы input поднимался он бы не был никак связан с верхней функции вообще никак типа ты просто написал бы нам бы он просто вызывал бы тебе видеть число виде число и все всегда бы вызывался чтобы его связать с верхней функции нужно вызвать нож нужно в number который уже лежит input там уже лежит input и нужно туда вызвать получается положить туда твою функцию call стек вот и получать как-то работает вот у тебя 323 21 строчка и про заводишь туда input ok потом ты допустим в импуте число допустим 2 идешь на 32 строчку 2 не равно единицы до 2 не равно единицы помните дальше идет input number уже получается если мы делаем интерполяция то там уже будет цифра 2 то есть пол стек пол стек мы вызываем функцию call стек в number именно набор она у нас будет вызываться то есть как-то работа здесь идет другая бы логика то есть так как у нас number будет вызываться дальше соответственно у нас мы перемену number внутрь как ты помнишь соответственно здесь вот у нас в number идет call стек и в нее а call стек это функция принимать это параметр и в call стек мы передаем как бы input передаем который у нас на 321 строчки мы туда и передаем в call стек сразу функцию здесь идет структура чуть посложнее для ну для понимания но по правде говоря это все легко то есть ты должен это понять что смотри вот у тебя есть переменный number равно call стек и туда передаешь нам вот давай сначала вот отработать так вот инструкцию покажу да этом охота мы же договорились на и так четное нечетное там походу там походу старая пошла так надо давай пока и чтобы сейчас просто но файлы сделала потом уже цитируем что происходит как будто запущена инструкция а при чем-то создание файла у тебя запущена инструкция давай стопанем а все сломал питон а а я нашел тут товарищи Подожди, а, ага, эммм, вот он, давай, поехали, так, и еще как-то она тут вызывается, а, вот, угу, ну да, там нового правила поставить, но не важно, так, ну что там, получилось, наверное, у нас какая была своя задача, функция, которая принимает вам параметры, если набер чётное число, значение целочисленное, если нечётное, то функция должна значение вывести на экран, 1, так, плюс 1, да, да, получилось, получилось, всё получилось, соответственно, может ещё поиграть там, не знаю, допустим, 1 и не знаю, 1, так, 1, 4, 2, Ага. Написал 1? Да. И 3 сейчас написал. Что у тебя, когда 1, Даша, отработал или что-то случилось? Да, отработал. Нечётный 1, чётный 4, 2. Посмотри, давай теперь для этого понимания, вот внизу вот набор, напиши вместо набора внизу, слева внизу. Слева внизу. Здесь что-нибудь другое напиши, не знаю, любое добавь. Слева внизу. 11. Сюда что-то добавить? Нижнее подчёркивание. Поехали. Опа. И почему он Ctrl-C не срабатывает? А он не должен срабатывать. Смотри, короче, ты понял, что произойдёт, если ты укажешь другую переменную. Вот она у тебя летит, девятка, number, пошёл, это переменная, где input висит, там 1. И ты говоришь, что number, он у тебя, ты завёл её на девятой строчке, пошёл дальше, в десятую строчку пробросил оттуда, в десятую строчку сравниваешь, то есть это переменная number не равна 1, то иди дальше. И, соответственно, у тебя дальше поднимается input в number. Вот. Видишь, так как ты там вот уже переименовал, у тебя внизу number получился другой, у тебя он зациклился. Потому что это уже, мы не можем переменную сравнивать, которая внизу. Ага. Это уже не та, мы не можем сравнивать, что это уже другое что-то. Ну да. Вот. Поэтому получается, ну вообще самая лучшая практика, это ты просто берёшь и начинаешь ломать свои функции. Самая лучшая практика. Ага. И тогда ты понимаешь ещё, как она работает досконально. Ну вот здесь получается как, while, number, ты туда положил, получается, допустим, единицу, и как только она 1 не равна единице, то есть как только number 1 не равно единице, вот, то есть у тебя, соответственно, до тех пор, пока вот это вообще значит, типа, 1 не равно единица, а 1 равно единица, это будет false. То есть вот, и до тех пор, пока 1 не равна единица, у тебя будут выполняться условия. Так как ты 1 пишешь, у тебя сразу же условие обрывается там. Вот. И в целом, получается, просто передаёшь цифру 1, туда вот, в call stack, number летит в 1, и отрабатывает условие, допустим, получается, нечётности, elif, elif отрабатывает условие. И поэтому отрабатывает elif и пишется нечётное условие, и возвращается return, ты умножишь на number плюс 1. Понял, да? Ага. Вот. И, соответственно, так. Ага. И, соответственно, вот так это работает. То есть в while прокидываешь в праве условия саму переменную, сравнивать, что она не равна единице, и потом вниз видишь, что окей, если она не равна единице, вниз ты передаёшь сам input. Вот. И в input кладёшь уже call stack. Вот. Соответственно, вот как это работает. Нужно по-хорошему ещё написать блок схемы, нужно писать в рамках именно, в тетрадке нужно писать ещё, как работает именно досконально вообще функция. И в данном случае цикл, как он работает. По-хорошему тебе нужно вообще разобрать на лицке бумаги. То есть, посмотрите, каждый шаг, что происходит, должен, как бы, должен встретить. Если про кнопку мыши нажмёшь, понял, ты можешь ещё построчно дебажить? Можешь дебажить new построчно? Там мне вспомнить, как именно в питоне здесь каждую строчку в депутаторе смотреть, что хранится в переменных. В каждом шаге. А как это сделать? Принт. Надо вспомнить мне здесь с этим дебаггинг, что я давно здесь не делал. Я в основном это работающий с принт сразу же. Вот. Ну, короче, если ты уберёшь вот это нижнее подчёркивание из намбора, вот ты просто внутри принт зафигачишь, вот просто над ним. Напишешь print number, ты увидишь, что находится в намборе. Да. Давай. Конечно, тебе так не надо делать. Тебе лучше хотя бы вместе с принтом написать типа тест равно как-то что, ну буль. Не знаю, как тебе понять, что ли, что ли понятливо. Тест равно. Тестом. Мы можем через плюс их сложить. Мы можем через f-string давать, через f-string, да, давать через f-string. Тебе понравилось это? Да. Ты видишь, что находится в намборе? Давай-ка. Сейчас можешь отработать. Это как бы как input. Ты видишь, набор постоянно меняется. 1, 4, 2. Вот, поэтому в намборе находится число. Вот. И потом получается число равно функция, и туда передаешь сразу же в намбор. Намбор намбор летит. То есть это получается упрощенная схема называется. Это когда ты вот саму переменную, саму же передаешь свою функцию. Когда в дальнейшем ты, следующие шаги у тебя будут в этом самом, в таком эпике. Ты будешь просто приравнить input, и сразу же будешь в нее класть функцию, и туда же передавать будешь input. То есть ты сам же в нее передаешь. Это и укорачивает код, в принципе, и это в данном случае так работает. Так, идем дальше, чтобы сейчас вот на практике мы с тобой отработаем. Я так думаю, последовательность колодца ты, наверное, так и не посмотрел. Это было не до нее, наверное. Так. Можем с тобой еще это все сделать через try-accept. Помнишь проверку исключений? Ну, припоминаю, да. То, что будем класть. То, что будем проверять. Да. Хочешь, можем еще отработать проверку инструкции через try-accept. При обнаружении ввода пользователей, допустим, нецелочисленных значений. Так. Ну, давай попробуем. Try. С целью, допустим, нецелочисленных. Вот нецелочисленные-то что у нас является вообще? Ну, один, три, там. А, нет, подожди, сто. Сплавающая точка числа? Да. То есть передай. Я хочу, чтобы ты передал в input. Передай это. Я хочу, чтобы ты передал в input не число, а слово. Какой input? В который nump? Вызови программу. Вызови программу. Вызови программу. Ну, хорошо, выполни программу. Ну, принта, ну, в смысле, принт? Нет, просто выполни программу, отработай ее. А. Угу. Так. Отдай туда. Двойку, например? Что я просил туда отдать? Слово. А. Угу. Угу. Надо ввести цифры. Ага. Это делается все в инструкции, где ты вводишь. Трое оборачивается и сравнивается, что если это, соответственно, не integer, то генерируется ошибка valueError. Понял, да? Трое оборачиваешь тот участок кода, который может быть под сомнением. А где у тебя участок кода, который может быть под сомнением? Уязвимый участок кода, где находится уязвимый? Это может быть под ударом. У тебя, кстати, единственный. Вот этот? Нет. Какой участок кода под ударом? Ммм. Вайл? Час отработает программа. Походу. Какой участок кода под ударом? Ммм. Какой участок кода принимает первый удар? Ну, в рамках вайла имеешь в виду? Нет. Вообще, в целом. В рамках консоли. Ты же с консолью работаешь. Двенадцатая строка. Двенадцатая строка. Не читай строку. Я говорю, в консоли, в какой участок кода первый принимает удар? Строку назови в твоей программе. Что первый отрабатывается? Ну, первое, это, наверное, первая функция. Хорошо. Где плохо становится? На каком этапе становится плохо? Программа. На каком этапе программе становится плохо? В каком шаге? Ну, если исходить из консоли... Не надо ничего читать, никакие лайны. Давай еще раз вызывай программу. Так. Но если... Зависит от нас, мы возим слово, и он выбирает ошибку, значит... Вот где это... Вот этот этап, где... Ревятый. Ревятый. Вот, привозим. Да, молодец. То есть, получается, рискованный участок кода является на девятой строчке находится, да? Вот и все. Вот как легко добажется. Участок кода под ударом. Ты должен был сказать 9. Но, естественно, 9. У тебя больше не... Ну, то есть, первый участок кода, который отрабатывает этот код. Правильно? Ну, получается, он и под ударом. Это же легко. То есть, даже видно же по консоли, что у тебя вызывается веди-т число. А веди-т число находится на девятой строчке. Да. Ты ж туда в него вводишь, значит он под ударом. Он первый принимает удар вообще. Он принимает первые цифры, слова, да что угодно. Скажем, его надо обезопасить. Правильно? Вот, сделай его в безопасность. Рай. Безопасность его. Куда ты трая пишешь? Безопасность. Да. Он сейчас не в безопасности, он сейчас открытый, он сейчас один, не в безопасности. Нет. Да, можно туда принимать сразу же интеджер, это понятно, что можно обернуть в интеджер. Но мы сейчас работаем с инструкцией try and catch. Try except, точнее. Сюда тогда try прописывать. Так. Так. Угу. Все, пиши value error. Не знаю, пишешь, как это пишется. В акцепт пиши value error. В акцепт? Вэл? Ну, не W. Так, и с большой буквы на поехали. Ну, value, ты помнишь, как вэллы пишется? Вэлл. Неа. Чё-то не помню. Вэлл. Ага. Ага. Англичанин рядом? Да. Давай, спроси value. Вэлл. Как пишется? Вэлл. 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 Валл. Валл. Аа. Давай, в команду уберем. Так. Ва. Только больше буквы. Надо что английский учить. Откуда вообще он так знает английский, ёлки-палки? да да я откуда знаю где там что ли учился как не так что писать это написал другое так ну все давай принтует туда как принтую видите число типа или как ну что значит и число вы величие вывели слова а нам осталось еще конструкцию трая чуть-чуть усовершенствовать попробуй сейчас отработать ты не можешь спровоцировать ошибку давай сейчас обернем во первых input в интеджер input вот этот вообще везде где-то принимаешь числа должен объяснить что сразу же ты принимаешь число всегда всегда ты должен это делать он тебе как бы напоминает об этом что питон по умолчанию принимает строки раз от работы будем с тобой каждый шаг речь не происходит так уже близко дальше идем так line 13 что-то нет пока не понимаю что она от меня хочет мы можем с тобой вообще еще вот написать условия if допустим если не число вверху прям вот перед этим самым то есть мы будем в input принимать давай напишем что если не число то есть мы должны писать что if ты передать и набор должны если число таким путем да нет в целом вообще тебе осталось только дописать что типа если не вообще по хорошему по хорошему рай надо заворачивающий все вайл вообще можно инструкцию переписать более читабельный вид то есть по идее как это должно работать в рай у тебя получается идет инструкция вызов функции туда передается набор и вообще это очень легкая инструкция должна быть тебя то есть ты можешь в набор я 2 идет набор ты присвоешь туда integer input и на нижней строчке ты должен вызвать соответственно там функцию должен вызывать то есть вообще в трое по-хорошему должен вызывать саму функцию рай то есть как их мне надо под ней я трагу тебя в трое должна быть функция пошла там уйдет принимает я скажу есть тысяч помешите подскажу вот надо будет писать немножко ну да че мне кажется уже поплыл сейчас давай минуту подумаешь я тебе сейчас подскажу минуту сейчас подумаешь вот край у нас есть майт уже в этом этапе также у тебя есть там другие еще наборы первые под удары мы защитили но здесь идет надо будет насчетать короче нечет я попал кажется в че не понимаю че нужно сделать короче давай мы с тобой сделаем следующим образом мы с тобой изменим наш код вообще понял убирается этот самый который внизу убираю отсюда убираю отсюда и когда вот инструкцию настраиваю когда мы что-то оборачиваем во что-то то то внутреннее блок кода что с ним нужно произойти еще раз подожди не понял он уже стал внутри он уже пошел вторым блоком вайл вот тыкл вайл пошел уже вторым блоком уже втро его обернули что должно произойти этой конструкции целым блоком вайл что с ним нужно все питоны это блочные блочные структуры имеют но считает как за новую конструкцию получается вот мы же говорим про целый блок вода и только там табуле табульнул таким образом мы говорим про там что-то до хрена вообще выделил мне кажется мы же говорим про именно блок касательно вайл файл да отлично ты сам бы догадался что именно так нужно сделать но в целом да думаю дошел бы до этого если эксперт у нас как отдельно идет туда смотри теперь второй у нас рай нас находится полностью весь input вообще весь прием у нас вообще втро и вообще весь прием и вся работа старых функций находится в блоке трой соответственно следующее происходит действие туда втро и фигачишь он тебя проводит это все если туда вмещается вот 1060 работаешь он уже был лучше себя чувствовать чтобы как только у тебя ошибку же будет выдавать втро и в любом моменте ошибку тоже переведет на икс цепь сразу же перехватывает исключение как только где-то втро и у тебя сразу же идет на их поэтому если у тебя именно целый блок кода отвечает за ввод по соответствии оборачивать целый блок кода в принципе сейчас руку набьем с тобой и больше задачи будем делать вот и ты будешь быстрее схватывать окей смотри я тебе обещал что мы вы пойдем классическое как бы классическое обучение когда мы будем изучать блок схемы нам нужно будет с собой сделать чтобы ты понял как вообще работать то есть более детально соответственно у тебя есть там этот планшет да или да на графический есть давай мы с тобой познакомимся с потоками обои с соответственно с интерациями в каждой итерации ты должен понимать что происходит с кодом у нас есть допустим важная тема называется потоки управления потоки управления мы что будем представлять в блок схемах которые пишут в основном все программисты в институте в колледже есть блок блок условий и подготовил планшет да он тут лежит ну давай выводи его на экран кого выводить планшет а какого вот блок схемы ты представляешь как выглядит но какой-нибудь наверное блок чтобы ты понимала что то что это такое открывай google пиши блок схема брати внимание вот там вот у тебя его по центру на экране есть инструкция по центру слева на экране види туда ниже это внимать это вот больная форма это начало конец алгоритма beginner и так далее россии финиш и begin начинается там вот там начинается как бы там а там начало завершение программы то есть это получается название блока называется терминатор есть название блока 2 это процесса действия где происходит какое-либо действие например вычисления есть вот исходных данных вывод результатов это типа блок input как в питоне короче первое называется начало начало или завершение первое запомни первое то есть просто здесь внизу надо больше завершения написать внизу но он был такой же блок то есть под ромбиком человек условий должен быть еще завершения они просто нет не написали они нарисовали потому что он также выглядит как и начало выглядит одинаково один в один и соответственно вот у нас есть начало программы ты где пишет слова начала правда пишешь вот исходных данных вывод результатов там ты пишешь соответственно где вот это данные операции ввода вывода то есть какие-то данные пишут допустим ай равно 1 или ай равно 2 к примеру дает или вот допустим переменных пишу вот а запятая б вот и пишешь соответственно блок процесс действия производишь какие-то действия и потом допустим 2 плюс 2 там а плюс б да допустим а плюс б допустим примеру там у тебя есть бро условия допустим если а плюс b равно 2 пример вот это вот в ромбике если а плюс 2 b равно 2 до 2 до у тебя идут стрелочки вправо влево до право допустим до пишешь слова право и допустим нет вот что теперь вот видишь справа такой синенький блок схема синенькая справа право право наверху да нажми вот смотри как это работает вот есть начало вот каких-то цифр ок вот потом идет условия блок слове что типа а меньше x и допустим x меньше допустим б право идет условия нет то есть этот веб это твой условно условная конструкция помнишь и файлс вот она как выглядит условная конструкция вот так вот это называется блок схема вот и соответственно вот когда ты говоришь то что типа нет если нет пойдет вправо вывод не принадлежит есть если нет идет справа и инструкция с описанием то что находится в блоке запомни это вывод исходных данных то есть вот вывод результата и там пишешь вот эти вот этом прямоугольном квадратики наискосок допустим вывод не принадлежит вот вывод принадлежит допустим там конец просто более сложно при блок схему какой бы ты какой-нибудь более сложно было всем чтобы эти объяснила более подробно нет это быть более откроенном вот примеру да типа да 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 вот здесь вот здесь и ответвление вот когда я учился на прогера вот у нас было это каждый день короче цивали бог схемы не знаю это ток дало но какой-то может дало короче вот там есть начало соответствия блок начало тоже сначала пишет автоматом конец внизу блок по умолчанию всегда будет начало конец потом компьютер задумал число допустим а вот вот как вот каких-то данных блок идет вот данных потом идет игрок входит число допустим b если он b больше а идет влево условия да вот соответственно будет какое-то уведомление нет придет другой блок блок схемы и дальше идет типа и фэлс понял да этот и такой же и фэлс если до ее вниз на правой си нет дальше проверяем бы меньше а да нет опять и фэлс и вот так именно компьютер видит твои фэлс и именно вот так вот компьютер видит инструкцию именно так называется блок схемы вот и сейчас мы напишем с тобой первый блок схему открывает планшет это прекрасно представляешь как это выглядит сейчас вполне как что-то там есть фигурки наверху ромбики типа можешь рисовать и так далее мы с тобой проверим что если идет допустим дождь и есть зонт допустим рисуем это блок схеме так нас и сначала до такой типа она немножко другое там и даже можно нету даже вытекать и по кругу вытянут такой овал типа а ну-ка вниз стрелочку нажми то может там есть овал вот такая такого нормального нормально пиши начало и левее сделать чуть по одну же можно допустим идет дождь тоже на блок условий поднимаю угол как блок условий пишет стрелка вниз блок блок условия блок условия как проверка условия ромб все что типа идет дождь на стрелочку ты можешь давать на планшете может давайте так я же там ромб есть такой же давай давай ладно давай и суть давай блок схемы на пару штучек напишем где настроение дальше пойдем вверх вот такая условия идет дождь дождь должен как будущий питон разработчик тоже еще моя штук и блок схемы еще должности есть так вопрос на если нет нет умолчание будет вниз выйти из дома да нет даже как ответ ли хотите вниз вниз тоже будет вывод информации выйти из дома идет нет выйти из дома можно вы так на куда вот сюда да 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 пиши можно выйти мы делаем там должно быть один квадратик можно выйти можно выйти можно выйти ну давай пиши короче зонт не нужен пофигу при зонт не нужен будет более более адекватный зонт не нужно утверждение но если дождя нет на фига тезон погнали дальше так а развлечения как как там делаешь и не туда кого нет напиши куда писать там рядом вниз поднимай google но в бок или куда ответвление дальше делать аля согласен там слышал комментарии которые сейчас подрезать и сказали что-то думать слова нет так но в бока вот там вот открой какой-нибудь любой слова нет пиш он вот видишь слова нету должен сид рядом а вот так ты должен писать слова нет пиши то есть вот так слова нет напиши сначала слова нет и чтобы ты понимал что туда прям в середину воткни в середину прямо вот не туда вот где идет палка идет и палка прям в середину палка так нет середину прям вот так вот давайте льда и если да давай да рисуй отдельную делать смысле схему или продолжить тут же оттуда разворачивай теперь условия да хочу увидеть нет ты написал хочу теперь да увидеть разворачивать и в какую сторону сюда а только ты должен здесь да да ну ты должен а нет нет наверное отталкиваться до должен от другой части ну где у тебя только условия вот дойдет дождь да поменьше чуть это размахнулся ты капец давай спрашивай есть зонт проверка условия проверка условия проверка условия так отсюда теперь давай поехали дальше давай у тебя два варианта и зонт или нет зонта и сезон есть соответственно если да то на самом деле да надо было оставить не зонт не нужен оставь выйти из дома там внизу не зонта здесь зонт не нужно выйти из дома выйти из дома да поехали если там будет да напиши что да так есть напиши что да здесь пойдет условия блок да пойдет не понял куда это будет допустим да это будет да но это понятно вот эти дождь нет напиши что то да где есть зонт написать да вместо вот эту но не не есть же где зонта где рядом с палкой те же палку нужно обозначить а точно понял да ты же можешь просто писать слово да без этих без выделений ну короче может быстрее это делать просто слова да и все рядом с палкой очень ладно идем дальше если есть да но если есть зонт да давай веди стрелку выйти из дома лишь не подоскосок надо было но перпендикуляр ну ладно хрен с ним сделаем так нет надо перпендикуляр понимаешь перпендикуляр возвращай и нужно баскосок типа давай нет зонта у тебя а дождь идет поделать будем так нет зонта у нас но дождь идет дальше идем давай добавим дополнительные условия давай добавим немного вы так нет зонта нет мы забыли нет мы уже но дождь давай блок действий добавим блок действий как блок действий пишется я уже кстати есть один блок выйти из дома добавляем пиши немного подождать вот так короче мы пошли уже перри много подождать тебе нужно опять править условия вот немного подождал чё дальше иди вниз на пророк условия будем зацикливать как не давай проверим условия идет дождь вот мы подождали давай сейчас спросим идет дождь и идет дождь да вот мы подождали немного подождали давай-ка спросим еще раз дождь идет давай дождь 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 и хакер давай добивай добавляем убивать идёт дождь и подождали немного выборы добавить дома да да бить да Так, да, есть зонт, нет, немного подождать. Ну, остается, да? Хочешь сказать, что у Ромба бывает хотя бы раз, то есть, хочешь сказать, что Ромба может быть только одно условие, ты хочешь сказать, что там Данила не может? Ну, нет, согласен, да. Так, давай, дождь идет? Да. Хорошо, если дождь идет, что делать будем? Ты что делать будешь, если дождь идет на улице проливной? Дальше ждать. Дальше что надо сделать? Ты только что сам ответил, если да. Еще подождать, да. Так сделай, это нас. Там и бежим. Ну вот он уже тогда возвращается, получается. Немного подождать. Логично. Но он должен вернуться. Ну, объясни ему, что веточка да. Где вообще веточка да? Я не вижу ветку да. Так, где ветка да вообще? Даже слово да не вижу в условной конструкции. Где вот слово да нет? Что я не написал? Ни слова, ни да, ни нет. Добавь слово хотя бы да. Где будет слово да в условной конструкции? Здесь? Нет. Это общий поток идет. Это общий поток идет в... Идет дождь. Общий поток идет. Так. Где еще? Ну, разветвление тогда... Подожди, если ты говоришь, то здесь нет. Так, хорошо. Разветвление, молодец. Только не палкайди сюда. У тебя же все уже, инструкция заканчивается. Идет дождь, напиши ему да, нет. Куда ты напишешь слово да? Где она будет? Справа, слева? Тут нужно будет дописать пару стрелочек еще. Пару стрелочек надо будет дописать. Две. И все. Куда ты напишешь слово да? Справа, слева? Ладно, давай легче тебе сделать. Справа. Да. Сейчас справа. Вот так. Пару стрелочек. Да. Ага. Да, не пишется не сюда, да, пишется вниз. Прям под ромбом. Как можно ближе. Можно... Пару стрелочек. На палке даже. Камма на палке даже. Ну ладно, пусть... Прям на палке это... так середине чего а на нее наложить а а а а а а а вот так и и возвращай что делаем не надо так делать оставь давай не нет пиши нет и все и идем дальше давай нет идем дальше так так забудь уже про да все это нормально и не идет дождь нет дождя и тогда все заканчивается на на 2 должно вот так вот и все наверное так его я же понимаю что перпендикулярно нужно тянуть конечно от этой а трамба а по плану и будет ну ладно инженер 5 у нас было черчение мы вручную рисовали и миллиметры нам руки ставили короче вот это называется блок схема а эта красота называется блок схема у угу расширил твой кругозор называется поток управления называется инструкции передачи управления есть инструкция ветвеления есть управляющие инструкции, инструкция ветвления, инструкция передачи управления, есть инструкция перехода и условные инструкции, которые предназначили изменение естественного, последовательного порядка выполнения инструкции программы. Ты написал блок-схему, самую простую причем, без ввода каких-то данных. Это просто обычная инструкция, которая у тебя спрашивает. Но также есть инструкция, где нужно вводить какие-то данные. Перед тем, как программист что-то пишет, мы раньше писали сначала вот такие блок-схемы. Перед тем, как написали какие-то программы. Мы сидели и писали на листе это все. На листе писали, брали линейку, карандашик и ручку. Все это писали. Тысяча раз. Есть элементы потока управления, да? Словия, блоки кода и так далее. Управляющие инструкции, Уполнение программы, Инструкции ИВ и так далее. Давай мы напишем с тобой более интересную инструкцию уже в рамках имена языка Python. Она будет очень простая. Я хочу В рамках имена слона конструкции. Может это Дэвид, либо внизу где-нибудь Расширь полотно. Напишем инструкцию, которая будет сравнивать, что если name равно твое имя, name равно Антон. Я сейчас хочу, чтобы TrueFault отработал еще. Понимал, как это работает? Нет. Какую же блок-схему пишем? У него будет только одна условная конструкция. Давай, блок-схему пиши. Ты уже инженер. Начало. Я все лишь хочу, чтобы ты проверял, что если name равно Антон, соответственно, работаем с TrueFault, издание тоже работало с TrueFault, попускай принтует. Привет, Антон. Давай. Если Если нет имя. Ты куда-то начало стрелку фигачишь. А, точно. Так, условия. Условия. Несно стрелку фигачит. Так. Поехали. Если name равно Антон, условия. Если так. Так. Давай. Name равно. Я сказал name равно Антон. Что делаем? Антон забыли, как писать в питоне? Да. Нет. Нет. Почему? Лишнее. Лишнее что? Мы же здесь явно проверяем на True. Здесь мы явно проверяем на True. Это уже синтаксис питона идет. Здесь мы уже говорим, что если name равно Антон, то два выбора либо True, либо False. Что же мы сравним уже? А это условие, это же треугольник этот ромб, это условие если. Если. Мы говорим, что если name равно Антон, тут уже все. То есть не надо никакие знаки вопроса. Нахрена знака вопроса здесь, правильно? Мы же уже сравним. Есть name равно Антон. Все. Есть name равно Антон. Либо True, либо False. Все. Больше не нужно так вопроса. Ты же. Мы же явно здесь уже пишем, что есть name равно Антон. Давай пиши. True, False. Хочу видеть. Привет, Антон. Ааааа. Да. Или... Какой способ? False. True. Или, наверное, с правой стороны false, с левой true, да? Сейчас думай внимательно. Куда ты будешь писать это? Куда ты будешь писать или куда? По центру. Мы сюда будем false писать, еще раз спрашиваю. Ну, наверное. Можно true. Не можно, а нужно. Почему сюда нужно true написать, а не false? Кто будет после false? Куда ты, какой ты блок еще будешь писать? После false какой блок должен еще быть? По схему пишется с помощью наименьшего сопротивления. Ага. Так. Короче, пиши true и, короче, ты поймешь, что. True пишется с большой буквы T. Вот у тебя до этого написал true с маленькой, у тебя Python жаловался, а ты спрашивал, почему у тебя ошибка в Python? Потому что ты true пишешь с маленькой буквы. Поэтому у тебя в питоне ошибка вылетает. Правильно? Ага. Давай, попробуй сейчас в питоне, напиши так. Name Anton равно true. Попробуй, у тебя он пошлет сразу же. Попробуй, с маленькой буквы, напиши ему true. Ну, я помню, да, было дело. Ну вот, давай возвращай в блок-схему. Блин, что ты делаешь-то? Если я говорю, что он у тебя пошлет, за ним пошлет. Крути. Я же сам сказал, давай сделай true, я пошел, сделал. Так это же, это сам, как его, риторический вопрос. Я же, я же утверждаю, что он тебя пошлет. Давай. Так, true. Давай, давай, это все что-то, одна строчка кода. Тогда, что надо было, чтобы принт вывелось? Это он-то. И получается дальше. Что делаем? Куда идем? Что мы делаем? Нет. Нет. Таким путем. Нет. Конец. Давай, добивай до конца. Кто-то написал. Кто остался? Ну, false получается. Давай пиши. 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 Вообще хотелось в левую часть. Нет. Хорошо. Тогда куда-то конец будешь писать. Так. Конец. Куда-то слово напишешь. Где оно вообще будет? По наименьшему запрету не идем. Ну, наверное, здесь. Фига ли, оно здесь-то будет? Я после true. Привет, Антон. Вывидится еще и конец в конце будет? С чего бы? А false тогда просто будет болтаться без конца? Как? А false тогда что будет? С чем? Если по тру будет конец. Я не понимаю, почему ты хочешь конец туда написать? У нас вправо. И меньше сопротивления. Как вообще красиво блок-схема выглядит? Мы же не будем конец куда-то вправо туда зафигачивать. Нам же это не нужно. Блок-схема это же прямолинейная такая дорога. Прямая. Вверху начало, внизу всегда конец. Правильно? Внизу тогда, да. Заметил, что все блок-схемы идут прямолинейно? Вот открой, не знаю. Открой, короче, Google. Зати внимание. То, где это возможно, вот даже правую схему открой. Правую, левую. Да где вот это вот? Важно, видишь? Зати внимание. Максимально приближают к прямолинейной дороге. Прямая линия. Видишь? Ты видишь? Они вытягивают в одну линию конец и начало всегда. Сколько вообще это возможно? Если это возможно вообще. Так же, посмотрите. Вон, змейка. Левая, змейка вам. Правее. Я тебе говорю правее, ты берешь там чьи-то позиции. Запомни. Максимально. В одну линию. Начало и конец. Ага. Видишь, почему они вывели-то в центр у вас конец? Они вниз туда повели. Такая концепция. Давай, пиши. Поехали. Добавить конец. Добавить конец. В самом деле это называется в программировании end, а наверху называется begin. Ладно. Чего не хватает? Фолса? Да. Слово фолса. Чего будешь писать? Сюда? Не понимаю. Где проверка условий блок? Уступление где идет? У тебя же ветки есть. Где проверка условий блок? Вот. Вот. Так. Петление. Скажи первую ветку. Вот. True. А вот вторая false. Есть вопросы? Нет. Компьютер видит это так. Запомни. Когда ты что-то пишешь там в ветке, вот так ты должен поставить свои ветки. Вот так ветки должен поставить. Вот они, ветки твои. Наверху, наверху справа, если я обращу внимание, у тебя там есть цикл вообще. То есть идет дождь всегда, да. Если пусть идёт дождь, да. Это называется рекурсия. Наверху справа. Когда будет, да, это будет рекурсия. Когда будет сама себя поднимать. Рекурсия. Давай закрепи материал, что-то, что-то, что-то тебе было. Они очень чёгкие. Давай, пишем, что дополним чуть-чуть, чуть-чуть дополним. Можем дополнить эту блок-сему изишно. Давай чуть-чуть её. Префолсия, хоть видишь. Пейджмин. Префолса. Просто конец. Сейчас будет name не равно, Антон. Да, вот если name не равно, вот она идёт false. Вот дальше. Ты можешь ещё написать, что если false не равно, это идёт типа alif. Вот это условие, когда ты сейчас добавишь ещё одно условие, это будет alif в программировании. Фигач туда. Если не равно 12. Если меньше 12. Что мы делаем? Говорю, что если меньше 12. Так. Меньше 12, говорю. Какой мы будем туда использовать? Слово. Так. Давай. Вот это вот то, что ты рисуешь, называется alif. Ага. Ты пишешь, нет, иначе если alif. Ну, в целом, короче, ты понял, да, вот эту всю кухню? Тут может быть alif в дофига вообще. Может быть, false вниз идти, false, справа идти true. Если нет, и если ещё ниже, 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 короче. Вот можем с тобой сразу же, можем свою суперсложную схему взять, по-породу. То есть вот это alif. Это вот. Ага. Можем с тобой зациклить, допустим, сразу же. С схему с инструкцией if, можем с инструкцией while, можем. Давай с инструкцией while поприкос. Так, пап, тебе же нравятся элементы? Ага. Давай в while сразу забабал. Цикл while, давай посмотрим, давай посмотрим, как цикл while вообще в блок-схеме. Тебе же интересно? Или нет? Ну, давай посмотрим. Давай. Ты же должен понять, как вообще работа программирования, правильно или нет? Ну, наверное, должен, да. Да должен, конечно, должен, ёлки-палки. Конечно, ты должен понять, как работает блок-схемы. Как ты не можешь понять? Давай. Хочу видеть, что если, допустим, намбор меньше пяти, то он будет писать... Это новое мы создаем, да? Да, давай цикл while хочу видеть. Если намбор меньше пяти, то, соответственно, будет Hello World писаться. Сначала. Пец. Если намбор... Меньше пяти. Number меньше пяти. Тогда, если true, получается... Хорошо. То тогда что он отображает? Hello World. Типа он. Что угодно. Типа Hello World всегда пишет. Print. Так. Здесь конец. Что мы делаем? А, false пытался опять создать, я там. Сейчас добавить что-то будешь добавлять? Стоп. Что-то добавлять будешь сюда? Вот так цикл как называется? Вот такой цикл как называется? Напиши слово false хотя бы. А, да, добавлять... А, false напиши. Что мы делаем? Куда мы пишем? Ты прикалываешься что-ли надо мной? True, false где всегда пишется? У какого блока? Да. Как называется этот блок? Еще раз произносим. Как называется этот блок? Условия. Поверка условия. Поверка условия. False, почему не уважаем слово false? True, уважаешь, false не уважаешь? Ну, видимо. Уважительно к ним относись, false. Чем отличается true и false у тебя? Чем отличается слово true и false? Чем отличается? Ну, противоположно это... Абстрактно теперь посмотрим, абстрактно. Не на смысл слова, а абстрактно посмотрим. Но false у нас просто заканчивает. Нет, абстрактно. Абстрактно, как на вид слова. Абстрактно, даже вот на первую букву посмотрим. Абстрактно, чем отличается? Ну, большая, маленькая. Да, почему не уважаем false? У тебя отработает вообще так в питоне? Нет. Вот, надо уважать false, правильно. Кто тебя еще научил писать true false с маленькой буквы? Я так просил тебя за большим статей. Так, смотри. Вот ты написал true false, да? Ага. Вот этот цикл, как называется? Ну, давай, по приколу, введи стрелку. От принта, вот, конец. Беги, давай. Здесь плюс один, я так понял, должен быть, или? Номер плюс один? Запомнил, когда лямы терял. Помнишь, лямы терял? Алло? Ага. Помнишь, у тебя было минус 500 миллионов, или сколько у тебя там, что ли, вылетало? Ага. Ну, давай. Поехали. Только не такую вниз стрелку-то. Давай, да, вниз, очень, ты жахнул, что-то вниз. Кротивень. Давай синоптический сахар. Давай. Вот она, вот она, как тебе? Ну, чуть-чуть понятнее стало, более-менее. Сейчас мы с тобой уже идем под капот. Мы пока еще не лезем под капот, но уже идем тут. Ага. Вот так работают алгоритмы. Вот так работает инструкция. Цикл while в данном случае, да? А есть цикл while с инструкцией if еще? Давай мы с тобой стружечку зациклим. А ну-ка от намбара фигачиваю в намбар. От инкремента зафигачиваю в блок условий стрелку. От чего? От намбара стрелку сюда, ниже? Нет. Вот инкремент, да, про молодец. Но я хочу не в конец его, а зафигачиваю в блок условий стрелку. И в конец, а в блок условий хочу. Сейчас в конец ее сделал. Я хочу ее вместо конца в блок условий зафигачиваю. Вот так. Давай. Что сейчас будет? Какие отличаются общения? Что-то нет. Ну, это получается после number плюс равно 1 добавляется счет? Ну, типа строка. Не, подожди, я не понимаю, походу. Смотри, есть две инструкции, да? Ага. Казалось бы, они одинаковые, да? Давай мы с тобой кое-что напишем. Давай мы сразу же с блок схемами. Я не знаю, по-хорошему надо скопировать эту инструкцию, эту блок схему, откопировать ее и написать вторую инструкцию, такую штуку в конец, когда ты идешь. Конечно. Давай, откопируй ее, сделай в конец. Чтобы ты сразу же наглядно понял, в чем разница. Откопировать кого? Давай, откопируй этот целый блок схему, скоперни ее, вниз, под ней раскройся. Вообще все. Да, да, да. Я хочу, чтобы ты понял, в чем развиться вообще. Давай, давай, закрабатываем. Теперь хочу не в блок условий, а хочу, чтобы конец тянул. Вот эту. Тут два ты можешь. Давайте, не. Почему? Не почему. Не, я и так не любил. Какая-то выдавление вылетело. Ладно, давай, поехали. А, да, ну, друзья, бывает играют, да. Так. Давай. Вот. В чем разница? Ладно, давай я сразу же подсказываю. Пиши код, короче. Вот там, где у тебя вот этот, получается, цикл, вот наверху, верхний блок схемы. Следующий код справа. Сбирай там. Сбирай. Сбирай, пиши. Number равно 0. Если number меньше 5. Это мне как через if или просто по русски? Как питон, да. Как питон работаем. Работаем как питон. Давай. Если. Number меньше 5. Print hello world. Ну, короче, продублируй свою инструкцию, то, что у тебя слева. Я теперь хочу код увидеть. Вот так программисты работают. Сначала они пишут блок схемы, потом пишут код. Давай, работаем. Все что у тебя, как написано в блок схеме. Давай. Что не хватает? Нет. Сейчас. Так, print hello world. Не хватает number plus 1. Сбирай, чтобы ты понял, получится. Ты ищешь. Сделай нормально. Так. Это вот, это if. Проверка. Он постоянно будет бить в if. Ты видишь, он постоянно бьет в if. Постоянно бьет. Если меньше 5, printует. Увеличивает number. Опять, если меньше 5, printует. Опять, если меньше 5, printует. Видишь? Постоянно бьет в if. Постоянно. Фигачит туда. Постоянно. Пошел один цикл. Это называется итерация. Итерация. Давай, поехали. Мышкой рисуй. От блока условия. От правого уголка. От правого уголка. Не надо. Это просто виртуально. Без прожатия краски. Хавайн, от правого уголка блок условий. От правого уголка. Блок условий. Где ты находишься? Где правого уголка? Вот. Отлично. Давай, пошли. Итерацию первого нарисуем. Визуально. Мышкой. Крутони. Одну итерацию. Крутони. Где она будет? Так. Побежали. Побежали. Так. Вот. Вот. Так. Побежали. Еще разок. Вторая, третья, четверть, пятая. Вот. Вот они итерации. Это называется итерации. Это вот. И мы сейчас настолько глубоко погружаемся, что ты вообще понимал. Итерация прошла первая. У тебя условие if, она пробежалась и опять пошла, опять пошла туда. Уперлась опять в if. Опять проверяет. И опять проверяет. И еще раз одна итерация пошла. Еще одна итерация пошла. Понял, да? Ага. Пока не упрется в пятерку. В каком момент она упрется в пятерку? Какое число должно упреться в пятерку? Номбор. Номбор. Что там будет в итерации? Когда оно упрется? Второе условие, когда даст фолз? Номбор. Сколько будет? Пять. Да. Она проверит. Пять меньше пяти? Нет. И фолз уйдет. По всей итерации. Давай. На основании этого второй код пиши. Под нижние условия. Давай. Поехали. Под нижний блок. Так. Номбор. Шпи. Что мы делаем? Давай. Тиф. Нет. Код как начинаться должен? Первый код как начинается? Вверхните. Внимательно. Как верхний код начинается уйти? Начало начинается. Код который ты написал? Номбор. Меньше пяти. Начинается. Как он написал? Как он начинается? Тру. Ты только что что писал? Вообще только что? Только что писал принт. Скажи на видео с девочкой. Где ты только что работал? Так. Вот здесь вот как начинается твой код? Номбор равно нулю. Так. Вот я тебя прошу. Идем дальше. Следующий шаг какой будет? Нет. Внимательно. Проверка условия. Нет. На основании блок схемы ты должен понять что здесь. Что такое здесь в блок схеме? Ты на основании блок схемы должен понимать что это за цикл. Правильно? Ты же программист будущий, да? Это блок схемы на что похоже? На какую привлеку условия она похожа? И на какой цикл она похожа? На блок схемы? На вайл наверное. Давай. Давай. Вайл номер. Нейдж пяти. Пинт. Какой бля-то делать? Стижным. А. Да, мы работаем, мы сгонируем память. Куда мы убежали? Куда мы убежали? У программистов как? Либо табуляция, либо 4 пробела. Запомни, программистов, либо табуляция, либо 4 пробела. Давай дальше. Давай, рассказывай тебе, что ты здесь видишь, и расскажи мне теперь. Что вообще здесь творится? Давай, в чем цикл вайл? Пясни, почему ты понял, что это вайл? Как ты понял, что вообще-то, файл? Как ты это? Ну, исходя из того, что он уходит в конец? Первый момент. Хорошо. Ну, потому что в этом случае он возвращается к намбер и делать проверку условия. Читает блок-схему, я хочу видеть, как ты ее считаешь. Условия намбер меньше пяти. До тех пор, пока намбер меньше пяти. И выводится принт, это hello world. Потом что идет? Потом добавляется number. Да, number плюс один. И уходит в конец. А в верхнем условии что у тебя происходит? В верхнем условии у нас, если намбер меньше пяти, тогда принтует hello world. И number плюсует единицу. И возвращается на проверку условия. Короче, это называется потоки управления. То, что мы сейчас разбираем, называется потоки управления. То, что ты рисуешь, называется блок-схема. Давайте расскажу. Блок-схема с ходом инструкции вайла. В цикле вайла условия всегда проверяются в начале каждой итерации. В начале каждой итерации проверяется. Каждый раз, когда выполняется цикл. То есть, вот он завершил первую итерацию, все, конец, уперся. Потом опять пошел в начало. Потому что вайл-то начинается наверху, у тебя всегда вайл. Он дошел до конца, все, пошел опять в начало наверх. То есть, если условие интерпретируется как true, блок-код выполняется. Затем вновь проверяется условие. Также после того, как обнаруживается, что условие постблок-кода вайл пропускается. То есть, или заканчивается, конец идет. А в ифе не так. В иф он такой проверил, что такое, ага. Потом опять вошел в иф. Просто здесь у тебя... В чем разница глобальная? Знаешь в чем? Потому что в первом у тебя идет условная конструкция, а во втором у тебя идет цикл. А цикл он всегда идет уже... То есть, мы тут по-другому не можем отобразить. То есть, цикл, он уже идет, зацикливается. В первом блок-схеме, то первый у тебя не цикл, у тебя идет просто обычная проверка иф. Заметил? А во втором у тебя цикл идет вайл. Он по умолчанию будет циклиться. По умолчанию он будет циклиться. И цикл вайл именно так отображается в блок-схеме. А наверху это не цикл. Ты заметил, что наверху это не цикл? Ага. Это просто обычный фэлс. Силы пробил там, чтобы было красиво. Где? Где там в ходе питания? Это две инструкции. Одна инструкция if, а вторая это цикл. Запомни, что if это инструкция, а цикл это вайл. Соответственно, вот наверху это if, у тебя инструкция. Внизу это цикл вайл, который он по-любому будет циклиться. Вот он уперся в конец, все, пошел дальше следующей интеракции. Опять уперся в номер. Опять уперся в номер. Закончил первую интеракцию, конец, все. Потом опять пошел в номер. Цикл. А тот пошел через if. Ну, в целом, чтобы ты понимал, как работает. Вот мы сейчас с тобой уже разбираем более детально, как работают вообще циклы. Надеюсь, все стало более понятно. И сейчас, в принципе, можем с тобой усложнить инструкцию. Вот. Также можно через print еще input написать туда. В name фигачить туда дополнительно какие-то поля. Name равно какому-то кипсу. Вот. В целом, можно сразу же инструкции еще break отработать, чтобы тебе было интересно, да? Чтобы ты вообще понимал, как работает в будущем брейка. Давай какую-нибудь. У нас по времени, по-моему, уже 2 часа, да, прошло? В принципе, вот давай мы тогда можем ускориться. Вот верхние вот эти инструкции, которые легенькие твои. Вот цикл break, вообще оператор break, да? Вот после true, как только true у тебя отработало, допустим, да? Ты можешь сразу же в break уходить и в конец. То есть, может даже визуально ты можешь писать где-то образно, да? Как только у тебя true отработало внизу, после true, после любой true в конце в самом, можешь писать инструкцию break, где-то здесь, да, блок break, и в конец. Да, вот здесь ты можешь писать break и в конец. Образно говоря, ты должен вот это представлять, как работает break в любом алгоритме, да? То есть, как только у тебя true, вот эта веточка true отработала, вот это там в конце идет, вот здесь будет break, вот здесь будет break, будет квадратик, написано break. И будет идти break в конец, девочка тянутся, понял, да? Ага. Ну, можешь просто добавить, типа, как знаешь, как вот в русском языке вырезают, просто здесь, конечно, будет не очень правильно в break, но ты должен понимать, как он работает. Мы сейчас не будем с тобой писать опять блок схемы с нуля. Просто ты должен понимать, что после инструкции true в конце идет break. Здесь квадратик может исчезать. Квадратик исчезает. Сейчас квадратик. React. И breakdance. React. Это break инструкция. И она выполняется после true. Когда у тебя true отработало, вот, вот, и break тянется всегда к концу, понял, да? Ага. Ты можешь даже сюда врезать в наглую. Не обращай внимания, что этот код будет делать, просто врежь ее сюда наверх подними, этот break. Вот как это работает, вот. Вот что конструкция break. True отработало, все, break пошел, все, и до свидания, в конец ушел, понял, да? Ага. Все, true закончилось, все, break и в конец, все, и там обрыв цикла, все, обрыв. Больше не пойдет никогда, понял, да? Все, break, вот, тормознул, все, он сказал, типа, до свидания, я пошел. Все, он breakнулся и в конец, все, он занулился, скажем так, все, он, скажем так, пошел отдыхать, короче. Вот, то есть после break уже он ничего не будет делать, уже до свидания, то есть он на новый цикл уже не пойдет. И вот как стена остановила, break. Есть цикл for? Давай, for с тобой сделаем, чтобы все было, вообще все понятно. Есть представление, как цикл for делает? For это у нас до тех... For это как с английского языка переводится? Для... Ага. Пять. Будет с тобой еще дневник, заведешь дневник, тебе будет цикл. Ага. Ладно, нормально все. Так, надо дома, чтобы в тетради писал, руками, чтобы прикрывался. Вот это все мы вручную писали. Вот это все. Что тут на графическом планшете уже? Я в той годы, конечно. Ладно, давай. Давай, пиши, введите число. Print Anton. Хочу Антон пять раз, чтобы вывел на экран. Будет легкий у нас цикл for без input. Будет очень легкий. Хочу Print Anton пять раз. Давай. Так, проверка условия. Подожди. Что проверяется? Так. Four. 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 так какие еще раз у нас нам надо сделать чтобы через for print вводился пять раз давай сначала чтобы я хочу чтобы перед тем как консоль отработает я хочу увидеть слово привет антон допустим и там и там начала программы вот я хочу вот как только у тебя включится консоль хочу видеть вывод в консоли начала программы вот как только консоль запустил хочу видеть начала программы слова print начал программы где-то будешь писать этот блок блок действий называется слог действия вот единственное бежишь какие-то инструкции по print и так далее давай получается так видеть привет print print начала программы давай будете то есть ритмом хорошим нужно еще нам заниматься тобой алгоритм структурами данных но конечно вот там бы я тебя так раскачегарил слышишь алгоритмах ты даже знаешь такое алгоритмы даже не представляешь такой алгоритм и не представляешь а у тебя мозг будет просто кипеть петь будет мозг принят начала программа давай и калфор ой как и все будем писать тоже это принципе стал проверка условия так для для кого давай поехали пиши сразу же ты знаешь как перемену назвать условное обозначение у нас единственное нет перемена которая будет бегать бегать по интеракции как она называется всегда по умолчанию for in нет перед in что будет слова in как переводится английского в одесс перед in что должно быть переменная да как она будет называться условно перемена всегда как она называется нет словно перемен как называется забегать всегда с когда-то писал какая-то было ай да спасает же спасает и че тут range проставляем типа 1 надо так делать просто 5 зафигачиваешь можешь просто дать функцию range одно значение не надо туда-два до скачивать на одно функция лишь принимает не обязательно чтобы раньше два принимает она может взять и одно значение функция раньше ты знал об этом нет потеряешь по функции раньше не обязательно указывать от и до можно писать просто до вот так вот понял так вот одесс вот она упрется тебе лет четыре раза выведет нам 5 раз выведет от 0 до 5 добежит давай у равен рейнж хочу видите антон петра с на экране тело программу видел это раз это раз true у меня что в цепи фон нету труб мне сюда написать на цикл да 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 а идет как давай так print что нам было запринтить привет что-то таким образом можно мы с тобой включимся вырисовать если мы писали обычные фэлс инструкции то ты палочку тянул прямо с правого ребра ромбика да а цикл пишется немножко по-другому палочка не будет тянутся из правого ребра палка будет тянутся перпендикулярно правого ребра и она будет посередине идти они они от правого ребра от конца снимаю перпендикулярно и тени ее от середины ребра это как забираю отсюда надо вот это да давай мы с тобой вот мышкой нарисую как ведет цикл пор война рису мышкой ты поймешь как что я тебе говорю проверку слове как он цикл пойдет иди мне мышкой круги давай круги я хочу видеть на мышкой медленно не вижу очень медленно давай вот так что же блок 7 взять давай также блок схема на кач вот так же блок схему на фигач да давай да вот именно так же перпендикулярно тут пойдет перед взял наверх и направо пойдет да и потом опять вниз пойдет ли беда вот именно так вот именно так он пойдет да вот оттуда пойдет именно с Ankara зая с центр и а ребра пойдет и отсюда это Drop A ближе к центру да вот оттуда пойдет да примерно до суда да и пойдет как бы такой круг такой тип из правую сторону да ты понимал что к вообще итерации как работает цикл и все таким путем типа того да только они будут более перпендикулярно более прямые будут и там и нужно быть перпендикулярно делать палки змею какую-то там взял это такое перпендикуляр давай учим геометрию перпендикуляр как будет перпендикуляр как будет выведет оттуда правиль отведи туда параллель палку сделай палка нет какое а куда дать это же сам только там от середины и бра вот отсюда параллель да вот к антону параллель тени в два движения или в одно в одно естественно то есть вот таким о бомба и от и снизу от антона тени обратно циклу и не ай кривая ну да там уже так давай не полос из бери змею нет кого змею да да куда нет перпендикуляр только прямые линии внимательно только прямые линии внимательно и каких вот таких вот под откосом под фигосом по за градусы жена быть перпендикуляр 90 градусов до нет как наверху сделать симметрию да хорошо роплить давай летучиться надо я на мас полетим давай делай это космолёт также будешь проектировать пофигу я возьму змею давай по циклу туда захерач это лигу до этом кто-то лишним рисовал эту красоту на что-то лишнее за слово цикл будем фигачить вставлять давай смелее давай давай ну все потому что лучше к началу там где идет начало нет где начало и чуть правее сначала но правее там где только угол при не идет и вея и начало идет вот и и же пусть и же ниже должен прямо воткнуть ее в это самое я должен наложить на то и провести с вот года вот так вот она начала инструкции цикл тоже понимать что это за инструкция вот она давай добивай добивай давай победа это цикл for а ну-ка нарису напиши ко мне на питоне как будет цикл for вот блок схема хочу видеть цикл for на питоне основание блок схемы запомни программистно сначала пишут блок схемы вообще программист накидут псевдокод блок схемы псевдокод а потом они пишут уже настоящий код когда у тебя будет невероятно большая программа и придется писать блок схемы потом псевдокод потом только код понял да вот так вот принт начала программа я хочу видеть на питоне этот же код который у тебя в этом самом короче давай давай стартуем принт начала программа а потом меня больше вообще в хакатонах участвовать на google поедем комисс геннадий короткевич чемпион мира по программированию в 1 год к делаем короче его а потом меня здесь на велико живет этому у числа уделаем его поехали но и вроде бы все уверене антон поувереннее она масс полетит да все все и до заканчиваем если все я должна быть уже уверенность мы с тобой разбираем как вообще детальник работал горит мы должен быть уверены уже в этом сегодня какие темы блок схема это ты запомнил блок схема помню но и тра еще еще раз прошли троек и домашку мы сделали кстати домашку мы сделали вот вот так мы глубоко погружаемся вообще понравилось из его и что вообще запомнил это запомнил ты понял как вообще чуть-чуть хотя бы читаются блок схемы важно вообще-то по штуку блок схема до этого ты видел на где-то в интернете но не понимал да что такое в школе были подобные вроде как но не помню уже как пишется блок схема хорошо и еще что ты понял все нож с большого как пишется блок схема и как они интерпретируются в язык программирования и же сделал из блок схемы и пытаться языками тоже не сделает а вот уже справа сделать да ну да это важная часть и не только по как пишется блок схемы да но ты так же понял как писать из блок схемы на языке питань то есть и по как из блок схем сделать язык программирования правильно это же важно ты можешь любую блок схему взять из интернета теперь образно говоря перевести в язык программирования здорово да вот наверно так смотри на самом деле мы уже подходим к очень серьезным темам с тобой очень серьезным темам это тебе не хухлю мухлю то есть мы с тобой соответственно прошли базу видимость область прошли глубоко капанули по функциям пробежались соответственно мы с тобой еще раз работаем еще поглубже пройдем в списке кортежи туда капанем поглубже в отрицательные индексы настолько по нем потому что вы это с тобой так пробежались и гонца и все и также мы с тобой отработаем с соответственно чтение по строке в строке и у нас будет потом следующее уже через одну лекцию очень достаточно интересная с тобой тема конкатенацию мы с тобой пройдем естественно ты вспомнишь такое конкатенация когда мы клеим строки да то есть со списки мы с тобой на ура отработаем и соответственно потом у нас будет регулярное выражение это очень интересная тема и на достаточно сложная требует много внимания регулярные выражения если слышишь такое вообще регулярное выражение видел мне когда-нибудь закорючки может что-то сложный ходе пишут ребята закорючки на всякие да вот и регулярные выражения это благодаря вот этим всяким закорючком было я вот этой вот магии можешь просто брать осталось какие-то символы добавлять какие-то символы фильтровать какие-то слова очень делать такую магию с помощью регулярных выражений ты можешь вот и соответственно мы с тобой познакомимся с регулярными выражениями также мы с тобой познакомимся в следующем уроке уже структурами данных на сегодня в принципе могу тебе задать допустим и домашки руку набивал до так записываю хорошим нам с тобой нужно работать с алгоритмами да попробуем просто чисто я хочу вот твой мозг немножко оптимизировать я хочу стал алгоритм бинарного поиска чего написал алгоритм бинарного поиска да тебе придется теперь если науки программиста в науки программиста входит несколько навыков основополагающих это работа с документацией это работа с google это работа с поиском это работа со стойкой airflow и так далее мы будете готовить боевым условиям поэтому если хочу увидеть у тебя алгоритм бинарного поиска на тоже не говорит неважно что ты его не знаю сейчас а что хочет алгоритм алгоритм если переводить что такое алгоритм это типа последовательность действий пошли калки я прошу тебе написать алгоритм бинарного поиска это будет в домашнее задание нам же нужно с тобой скажем это все полные условия написал да правильно написать алгоритм бинарного поиска я хочу видеть алгоритм бинарного поиска все понял по моему вот эти и только написали алгоритм бинарного поиска ну и прокомментировать как он работает прокомментировать как работа каждая строчка входа я хочу уже рано или поздно с тобой прибегнуть к алгоритмам как все с тобой как не можно их добраться важно начнем с алгоритм бинарного поиска потому что будем изучать рекурсию и так далее это будет все постепенно пасти поэтому горит бинарного поиска для тебя пока что будет 1 такая домашка прожим стать на алгоритмах дальше уже будет более сложной домашки поэтому давай нет учись сегодня все